Приветствую вас. Давайте ответим на ваш вопрос. Слушайте, если взрослый мужчина с 46 лет смотрит порно, то оно его чем-то привлекает. Очевидно. И в случае с возможной зависимостью у мужчины от его порно. И в случае, если это не зависимость, а, скажем, просто такое вот средство, например, снятие напряжения и так далее. Это ему что-то дает. Мужчине. Мужчине это всегда что-то дает. А по-воборот, конечно, заключается только в том, что именно дает. Ну, что-то дает. Дальше. Есть ли проблемы с психикой? Может быть, да, может быть, нет. Дальше. Зависит от степени интегрированности просмотра в жизнь человека. То есть, если достаточно сильная интеграция, то да. Тогда, наверное, психика повредена. Если интеграция недостаточно сильная, то, скорее всего, с психикой все хорошо. Дальше. Это говорит о недостатках в сексуальной жизни. Может. Вполне может говорить о недостатках в сексуальной жизни. Или о ее отсутствии. Да, и об этом тоже. То есть, понимаете, вот, слишком такие общие вопросы вы задаете. Слишком мало конкретики. Конкретики, в буквальном смысле конкретики. То есть, то есть, сам факт того, что кто-то что-то смотрит, да, еще ни о чем не говорит. Действие само по себе ни о чем не говорит. Именно действие само по себе ни о чем вообще ни о чем не говорит само по себе действие. Само по себе, может говорить, ну, только контекст, в котором это происходит, в котором это действие происходит. Контекст и отношение, то есть, вот, отношение человека, ну, собственно, к тому, что происходит, отношение человека к тому, что он делает. Вот это, действительно, может иметь серьезное значение. Во всех остальных случаях, смыслах, это не более, чем про догадания на кофейной гуси. Как, в принципе, вам и сказали мои коллеги, ну, одна из коллег, Светлана. Я с ней, в общем, полностью согласен с коллегой. Вот, это, такой момент. А, не совсем понятно. А, если, у вас какой-то интерес. Интерес. Допустим, интерес к этому мужчине. Кто вы для мужчины? Кем вы ему приходите? Вот, у меня возникло, у меня возникло такое ощущение, что вы для мужчины представляетесь, ну, вы знаете, женщины. То есть, вы именно из его, ну, может быть, девушка. Да? Да? То есть, совершенно не факт, что вы ему жена, жена. Вот. И вы пытаетесь, как это мне видится, вы пытаетесь для себя понять, ну, что за человек перед вами, вы пытаетесь для себя понять, какой человек перед вами, перед вами. И, таким образом, вам хочется, ну, лучше изучить человек. А, мне видится, мне видится, так, мне видится, такая история, такой контекст, по крайней мере. И... 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 Идеально, вот прям идеально, идеально во всех отношениях было бы, если бы вы сказали честно своему мужчине о том, что знаете про его увлечение. Вот. И... И... Ну, и... Как бы, просто, может быть, об этом, допустим, поговорили бы. В этом... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с ним то, что он делает, вот, допустим, и уже исходя из этого можно было бы какие-то выводы делать вам. Вот, в принципе, наверное, так, то есть я не рекомендовал бы вам ни в коем случае не рекомендовал бы вам спешить с выводами, вот, я не рекомендовал бы вам торопиться с высказыванием какой-то оптимки, вот, ну, потому что ничего хорошего, из этого, как правило, не получается, ничего хорошего, из этого, как правило, не выходит. Вот, а лучше постараться узнать человека, поисследовать его и, соответственно, уже после решать и думать, что и как вы будете делать, что и как и почему вы будете делать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы можете сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok